здравствуйте обозреватель блоги михаил подоляк черное белое и сегодня мы продолжим разговор о наших больших и малых людовиках то есть тех которые считают себя государством и если с уходящим петром алексеевичем все уже понятно он постепенно теряет ощущение реальности вернее он в нее так и не попал и остался в какой-то виртуальной своей жизни и тем не менее его влияние все меньше и меньше на наши основные общественные процессы то приходящий людовик игорь валерьевич коломойский только начинает разрастаться в больших и гигантских масштабах и если раньше он просто давал спорные скандальные и объемные интервью в которых проводил какие-то странные кадровые назначения и мы воспринимали это скорее как шутку или как просто заявку на что-то то сейчас он реально уже вкладывается в новую конфигурацию власти и я бы выделил сразу два больших проекта которыми он очень плотно и очень точно занимается прямо сейчас первый это обставить президента зеленского своими кадрами и он это делает второй который гораздо важнее для него на самом деле это формирование новой политической партии партии которая имеет условное пока название партия мэров или доверять делам и так далее это два важных для него проекта потому что игорь валерьевич никогда не складывать свои активы в одну большую и вкусную кучу ему обязательно нужно их разложить для того чтобы каждый момент он считал себя более важным чем кто-то другой так зачем же игорь валерьевичу коломойскому столь сложная игра в несколько партий и в несколько дополнительных ходов все очень просто он хочет обложить президента со всех сторон чтобы именно к нему шли и решали вопросы а зависеть от партии которую не он созидает и не он формирует и не он насыщает своими кадрами это не его игра таким образом мы вышли на абсолютно понятную и простую игровую конструкцию партия мэров где две главные скрипки на сегодняшний день была третья виталий владимирович кличко но как бы кличко в какой-то момент понял наверное что он много денег туда вложит или много каких-то своих брендовых там именных функций но при этом как всегда окажется не удел на самом деле там два главных лица это мэр города харькова геннадий кернес и мэр города одессы это геннадий труханов два феерических просто персонажа каждый из них имеет очень и очень тяжелый бэкграунд и тем не менее эти два человека действительно могут вытянуть большой процент особенно в центрально скажем так восточном и юго-восточным регионах тем более что кернес у нас считается невероятным хозяйственником который просто построил фундаментально другой харьков совершенно отличный по качеству сервиса от всей остальной украины ну это иронизирую естественно а уж труханов известен тем что он просто оптимально работает с общественностью и умеет решать конфликтные ситуации настолько эффективно что у нас проблем не возникает у нас все проблемное в городских хозяйствах и тем не менее в одессе все это выглядит очень красно кроваво и есть еще два больших акционера как я уже сказал это сам игорь валерьевич который играет в длинную и естественно он в итоге всех обманет и есть еще маленький партнер это павел фукс который чем известен известен тем что подбирал на рынке самые грязные активы грязные активы прошлой команды или вернее уже позапрошлой команды команды беглецов команды курченко младшего януковича и уже с этими активами что-то здесь приторговал расторговал получал какие-то бонусы получал какие-то плюсы ну то есть как бы продавал государство государственное за негосударственные деньги в итоге получал какую-то премиальную маржу себе в карман ну собственно типичный постсоветский бизнесмен который играет на каких-то обманах и на каких-то разводках ничего нового тем не менее фукс пытается остаться в новой команде не напрямую естественно он работает зеленским пытается работа через коломойского игорь валерьевич очень любит партнеров которые имеют какую-то червоточинку в себе ими проще управлять ими с ними проще договариваться и с ними проще в итоге получать какие-то странные но эффективные с финансовой точки зрения решения вот такая у нас на сегодняшний день конфигурация то есть она достаточно прогнозируемая была если бы мы не понимали что именно хочет устроить коломойский в украине завтрашнего дня а он хочет я еще раз подчеркиваю стать точно таким же людовиком для которого фраза государство это я является абсолютно четкой несущей конструкцией отсюда все его сегодняшние тела движения с одной стороны кадровое решение президента с другой стороны максимальное вложение в какие-то партийные проекты смежного характера в частности он заявил о том что он готов дружески помогать подчеркну это дружески помогать медийными финансовым ресурсам юлии владимировны тимошенко плюс он однозначно купит достаточное количество одномандатных округов то есть мажоритарка ему точно также выгодно потому что ему нужно будет разместить в хороших округах всю свою вчерашнюю фракцию под названием ведроджиня и кроме этого он формирует сегодня потрясающие емкость с точки зрения финансового капитала с точки зрения медийного ресурса партию под названием партия мэров как она будет конкретно к выборам называться и какие там будут технологи и что именно они будут носить на своих знаменах посмотрим совершенно в ближайшие дни уже и так далее и тем не менее я готов прогнозировать что коломойский действительно получит практически контрольный пакет в новом парламенте если выборы состоятся как и планируется 21 или 28 июля если они не будут перенесены ну что ж на этом будем ставить точку это был михаил подоляк и обозреватель блоги до свидания михаил